Уолтер очнулся в гробу на кладбище лесного мира, рядом с приютом. Его физическое тело погибло, но сознание продолжило существовать в его альтернативном мире, где все работало по его законам и убеждениям, и где он мог спокойно продолжить выполнение ритуала 21 Таинства. В подсознательном мире Уолтер добирается до квартиры 302. В этот момент управляющий Фрэнк Сандерленд видит мужчину в плаще, поднимающегося по лестнице. С его слов в руках он нес чашу и пакет, с которого капала кровь. После чего этот человек в плаще будто бы исчез. На самом деле в этот момент Фрэнк просто на мгновение увидел подсознательный мир Уолтера. Зайдя в квартиру 302, Уолтер запирает за собой дверь на 13 замков, чтобы больше никто не смог помешать ему. Затем в секретной комнате при помощи чаши белого масла и крови из 10 сердец грешников, он проводит ритуал самопожертвования, прибивая себя к некому подобию креста. Тут стоит отметить, что секретная комната, где Уолтер провел ритуал самопожертвования, существовала только в его подсознательном мире. Дальше происходит очень неоднозначное событие, которое сильно запутывает сюжет и вызывает большое количество горячих дискуссий среди игроков и фанатов серии. После того, как Уолтер проводит ритуал самопожертвования и становится 11 жертвой уже в подсознательном мире, его личность разделяется на взрослого 24-летнего Уолтера и маленького 6-летнего Уолли. При этом сам образ пожертвовавшегося Уолтера так и остается висеть на кресте в секретной комнате. То есть получается в подсознательном мире становится уже 3 Уолтера. На самом деле их даже 4, но об этом немного позже. Маленький Уолли – это светлая часть личности Уолтера, еще не испытывающая огромную ненависть к людям, а лишь желающая обрести счастье с квартирой 302. Взрослый Уолтер – это темная часть личности Салливана, единственный смысл существования которой – это завершение ритуала 21-го таинства, чтобы пробудить квартиру и тем самым принести счастье маленькому Уолли. То есть по сути существует только для осуществления своей детской мечты. И вот спустя 3 года после самоубийства Уолтера появляется жертва под номером 12. Питер Уоллс. В переулке Южного Эшвилда Питер вместе со своими друзьями курил марихуану, по слухам купленную у священника по имени Тоби Арчибольд. Вдруг на глазах друзей он полез наверх, по старой лестнице отеля, и исчез. После этого его долгое время никто не видел. Тело подростка было найдено лишь через полгода после его исчезновения. На нем были цифры 12, 121, что явно указывало на связь с убийствами, совершенные Уолтером 3 года назад. Но на этот раз на теле не было вырезано его имени, а сердце жертвы было на месте. При этом не было найдено никаких отпечатков и улик, как будто его убил призрак. В полиции решили, что это дело рук имитатора, решившего продолжить дело Уолтера. Значением убийства Уоллса была пустота. Его дух в спортивном костюме и шапке можно увидеть в ином мире. Шерон Блейк. Шерон верила, что культ Сайлент-Хилла похитил и удерживал членов ее семьи. Однажды, прочитав опубликованную Шрайбером статью о приюте, в котором жестоко обращаются с детьми, Шерон решилась поехать в леса Сайлент-Хилла, чтобы разобраться во всем самой. Позже ее нашли утопленной с вырезанными цифрами 13-121. Значением убийства Шерон была тьма. Ее дух в черной шляпе можно увидеть в ином мире. Тоби Арчибольд. После того, как оба священника секты Валтиэля были убиты, ее влияние сильно упало. Арчибольд, священник секты Святой Матери, а некогда основатель приюта, принялся незаконными делами усиливать влияние своей секты. К тому же он был еще и педофилом. Но после того, как власть во всем культе захватила Клаудия, ему срочно пришлось эмигрировать в Мексику. Но даже там его настигла сила Уолтера. Находясь в лесах Мексики, Тоби был сброшен с утеса. Согласно отчетам полиции, на его теле были вырезаны цифры 14-121. Значением убийства был мрак. Его дух также можно увидеть в мире Уолтера. Джозеф Шрайбер. После того, как пропадает сын и невестка Фрэнка Сандерленда, куда они пропадают вы сможете узнать во второй части игры, в квартиру 302 заселяется журналист Джозеф Шрайбер. Он уже давно занимался расследованием в отношении культа из Сайлент Хилла. И даже писал статью о жестоком обращении с детьми в приюте. Что именно заставило его переехать в квартиру 302, неизвестно. Возможно, это просто стечение обстоятельств. И он, переехав в квартиру 302, под воздействием силы Уолтера, начинает расследование его дела. Или, возможно, на тот момент он уже расследовал его дело. И узнав, что именно в этой квартире и был брошен Уолтер, решил переехать, так сказать, на место, откуда все начиналось. Он верит, что убийство продолжает не имитатор, а все тот же маньяк. Когда Джозеф начинает чувствовать, что его жизнь в опасности, он начинает вести дневник. На самом деле в игре отсутствует важная часть этого дневника, которую можно было прочитать на официальном сайте Konami. В нем описывается, что 10 апреля, используя старые связи, Джозеф получает ключ к приюту и приезжает в Сайлент-Хилл. В приюте он находит книгу «Багровый том». С этого момента Джозефа больше никто не видел, а его тело так и не было найдено. Все остальные записи, что делал Джозеф, он делал уже попав в подсознательный мир Уолтера. Причем поначалу он даже не осознавал, что уже находится в его мире и пытался продолжать свое расследование. Куски записи Джозефа позже будет находить новый житель квартиры 302. Таким образом, он как бы будет передавать ему свои знания. Джозефу удается продержаться достаточно продолжительное время, пока дух Джима Стоуна не настигает его. Значением убийства Джозефа было отчаяние. В отличие от других призраков, став частью мира Уолтера, Джозеф полностью не утратил свое сознание и при встрече продолжает передавать Генри свои знания. С выполнения Уолтером третьей части ритуала и начинается четвертая часть игры. Через шесть месяцев после пропажи Джозефа Генри Таунсенд вселяется в квартиру 302 и спокойно живет в ней два года, пока не начинает в течение пяти дней видеть один и тот же кошмар. Последние воспоминания Шрайбера перед смертью в ином мире. После чего он обнаруживает, что дверь в его квартиру окутана цепями и заперта на 13 замков. Глазок, дыра в стене и окна становятся для Генри единственной связующей нитью мира Уолтера с реальным миром, а внезапно появившаяся дыра в ванной становится его единственным шансом на свободу. После того, как квартира начнет полностью становиться частью мира Уолтера, воспоминания Генри постепенно начнут замещаться воспоминаниям Джозефа Шрайбера. После чего ему отведена роль стать 21 жертвой маньяка, символизирующей преемника мудрости. Но перед этим Генри предстоит стать свидетелем третьего знамения и смерти очередных пяти жертв. Синтия Веласкес Та самая Синтия, которая отвергла Уолтера 16 лет назад. В очередной раз, перебрав на вечеринки, попадает в мир Уолтера и становится его 16 жертвой, символизирующей искушение. Ее дух очень сильно напоминает Садако из фильма «Звонок». Джаспер Гейн всегда был увлечен паранормальными явлениями и в молодости дружил с Бобби Рэндольфом и Шоном Мартином. Вместе они ездили в Сайлент Хилл. Им нравилась старившая в нем загадочная атмосфера. Однажды им удалось проникнуть в приют и разузнать про то, что Уолтер был одним из лучших учеников культа. И как любителям всего паранормального, им захотелось лично встретиться с ним. Но их любопытство ни к чему хорошему не привело. Бобби и Шон стали второй и третьей жертвами Уолтера. Джасперу тогда удалось сбежать. Но даже после случившегося, Гейн не забросил свое увлечение. Он продолжает посещать камень на Кихона в лесах Сайлент Хилл, где в древние времена проводили свои ритуалы индейцы. И даже носит майку с изображением Самоэля, бога Олесы, которому поклонялась далее. В конечном итоге его затягивает в мир Уолтера, где он сгорает заживо, став семнадцатой жертвой символизирующий источник. А его дух действительно становится живым источником света. Эндрю де Салво Эндрю де Салво работал над смотрищиком в приюте и тюрьме по Ноптикон. И ему было глубоко плевать на учения культа. Он постоянно избивал сирот, даже если те соблюдали все правила, получая от этого удовольствие. Уолтеру тоже постоянно доставалось от Эндрю, за что он мечтал садить в пузо жирной свиньи священный меч. В мире Уолтера Эндрю теперь сам становится узником и восемнадцатой жертвой, символизирующей наблюдение. Став призраком, он распевает тексты рукописей культа, как бы в наказание за все свои грехи. Ричард Брентри Ричард Брентри очень любил тишину и порядок, но обладал взрывным характером. Постоянный шум многодетной семьи, живущей по соседству, его сильно раздражал, из-за чего он терпеть не мог детей, в том числе и Уолли, который маячил рядом с квартирой 302. Однажды он избил и содрал одежду жильца квартиры 301 Майка, только за то, что тот просто задел его. Это событие очень сильно впечатлило ребенка и позже отразилось в его мире. Когда сознание Ричарда попадает в мир Уолтера, в реальном мире мы можем видеть его спящим в своей квартире. Казненный на самодельном электрическом стуле Ричард становится девятнадцатой жертвой, символизирующей хаос. Айлин Гэлвин Айлин Гэлвин, соседка квартиры 302, должна была стать двадцатой жертвой ради пробуждения матери. Уолтер, пытаясь подавить себе светлые чувства к Айлин, откладывает куклу, с которой были связаны теплые воспоминания. Но поскольку ему не удается избавиться от внутренних противоречий, маленький Уолтер в последний момент защищает девушку. Ее физическое тело увозит в госпиталь Святого Джерома, а сознание все еще остается запертым в мире Уолтера, где ей вместе с 21 жертвой Генри Таунсендом предстоит остановить этот кошмар или умереть, завершив тем самым ритуал 21 Таинства.